а вас всеми кстати вот вы семьями дружите да то есть хоть новый год и наверно вы корпоративы где-то работаете то есть вряд ли я с мальчиком встречал новый год мы завои с семьями да но если мы у нас корпоратив как вы говорите новом году мы семьи берем с собой так понимаю что только закрывающий трек он на латышском языке по названию здесь в основном на английском четыре нет три трека по-русски да не покой пропуск эпоха остальные все по-английски вот на самом деле это очень действительно серьезный вопрос потому что я помню разговаривал там с многими музыкантами не из россии но как говорится русскоговорящий и все говорят что вопрос языка очень важен вот казалось бы да вот людей говорящих на латышском языке то меньше двух миллионов во всем мире разве вот не является вашей миссией вот как-то из и монтировать до пропагандировать и вот как раз и делаем десятый трек но все все всего один из десяти почему а вот это решение это чисто коммерческое до решение мне даже не знаю кому этот вопрос честно первый трек который записали с лириками но вот это был это именно трек с на латышском языке и как-то он сразу и остался вопрос несколько и но я помню я помню вопросы про миссию мы стараемся мы не только в альбомы но мы в концертах стараемся петь на латышками одну песню даже может не часто но мы это делаем мы эту миссию как бы и делаем и есть такой случай когда приезжаешь и фан спрашивает например если ты не спел на латышком то есть почему не пьет ничего не на латышке и поэтому я думаю что эту миссию мы как-то делаем но вообще это вопрос языка учитывая тот контекст но в том числе и и политически является важным для вас или вы занимаетесь исключительно творчеством то есть вы такие люди которые живут музыкой и не думаете про все эти нюансы мы стараемся не думать конечно мы не живем каком-то в шарике таком изолированным да но мы понимаем что нам надо держаться над этим и думаем музыкантами и я вот как это получается я вот сегодня с утра просматривал там всем на ваше интервью и вот хронологически одно из последних видимо я так понял по контексту это было либо в прошлом 13 году вы были на донбассе и на телеканале донбасс беседовали с дамы да мы же с вами понимаем что сейчас поехать в донбасс это уже не просто поехать выступить это сразу будет так или иначе считываться что вы там за красных за белых то есть у вас в коллективе вы все одинаковую позицию скажем так за нее не спрашиваю какую но одинаковую или нет или или вы думали что мутируйте поэтому придержаемся факту что мы делаем то что мы умеем лучше всего а политикам оставляем то что они умеют лучше всего то есть не за профессиональный профессионализм в любой сфере и но самое лучшее что мы можем дарить это свою музыку свою любовь и вот нести какой-то свет неважно кому потому что те люди которые приходят на наши концерты это в россии или вдруг любой другой стране мы видим вот эти лица которые рады нас слышать ими рады им давать и так далее потому что ну а ну знаете мне так что был интервью на латвийском латвийском одном из латвийских телевидений и мне тоже спрашивали про вот этот политический аспект и и я вспомнил был год какой год это был прошлый юбилейный кстати для вашей команды и вот произошли произошло то что произошло в криме и мной про это говорили и у нас был концерт нижнем ногороди и вот в латвийском обществе тоже то есть разделись ка люди культурные которые сказали что мы не поедем в россию или театр делать или там концертировать и были люди которые говорили наоборот друзья нам как раз надо ехать нам надо играть и и и делать этот мир лучше и вот и мы встретились перед этим концертом и как бы обговорили ситуацию и решили что нам надо ехать и мы приехали на концерт и это было так здорово во время концерта я Я столько раз думал, как здорово, что вы приехали. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24.